РБК Региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Ташкентской области Узбекистана может появиться филиал особой экономической зоны Алга. Правительство дружественной страны готово оказать содействие в получении промышленной ипотеки. Об этом в ходе встречи с главой Башкортостана Радимом Хабировым заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. На прошлой неделе Башкортостан посетили представители шести регионов Узбекистана. Были достигнуты договоренности в реализации нескольких совместных проектов в социальной сфере и экономике. Компания «Бухара Агрокластер» выразила намерение открыть на территории Башкортостана завод по производству муки. Еще одно предприятие Узбекистана в области текстильной промышленности может локализовать в республике свое представительство. Не обошлись стороной и также важные отрасли, такие как химия и энергетика. Как мы это делаем с нашими коллегами при работе с свободно-экономической зоной Алабула и Кипмастер. Здесь очень хорошая идея после посещения Башкортостана нашим министром энергетики. И очень хорошее предложение поступило по развитию государственного частного партнерства в системе энергетики на Маганской области. Сегодня Башкортостан и Узбекистан скрепят намерения по углублению кооперации. Несколькими соглашениями о сотрудничестве они предполагают открытие на территории Узбекистана нескольких предприятий. Сегодня со мной я приехал целый ряд руководителей наших предприятий, которые готовы работать. Вообще уникальные возможности здесь мы можем себе открыть. Очень хорошие условия по работе в технопарках. У них здесь очень дешевое электричество. У них достаточно рабочей силы, с чем мы здесь уже сталкиваемся с сложностями. И текстильные, и мышечные строения, и газы, и нефтехимия. Накануне в Узбекистан прибыл Владимир Путин, где провел переговоры с президентом страны Шавкатом Мерзиёевым. Сегодня они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана, в ходе которого планируют подписать пакет двусторонних документов. В Башкортостане подвели итоги всероссийского инвестиционного Савантуя за Урали. В рамках масштабного форума было подписано соглашение на 103 миллиарда рублей. Одно из крупнейших – соглашение о взаимодействии правительства Башкортостана и российского экологического оператора в сфере переработки твердых коммунальных отходов и развития мусоросортировочной базы. Подписи под документом поставили Андрей Назаров и Денис Буцаев в присутствии главы Башкортостана Радия Хаберова. Сейчас в республике ведутся работы по строительству трех комплексов переработки ТКО, используя механизмы государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций оценивается в 10 миллиардов рублей. Накануне руководитель РЭО Денис Буцаев посетил один из комплексов в Баймакском районе. Он высоко оценил качество выполненных работ и заявил, что по остальным строительство ведется с опережением графиков. Очень хороший объект, он небольшой по мощности. Технология российская полностью. Объект был возведен почти за год, если я не ошибаюсь, за один год и один месяц. В чистом поле это наилучшее место с точки зрения логистических плеч. Но было тяжело реализовывать бы такой проект в чистом поле, если бы не та поддержка, которая была оказана со стороны региона. Инвестиционный Сабантуй за Уралия прошел в Сибае уже шестой раз. В этом году особое внимание в деловой программе уделили взаимодействию с дружественными странами. В Зауралии приехали представители органов власти и бизнеса Беларуси, Китая, Узбекистана, Турции и других государств. И в продолжении темы. Компания «Родник» планирует возвести в Абзилиловском районе комплекс по переработке меда «Золотой ключик». Учредитель организации Артем Гурнштейн представил проект на заседании инвестиционного комитета. Планируется организовать на территории комплекса перерабатывающий комбинат пасеки на одну тысячу пчелосемей и хозяйство по производству семян сельхозкультур. Инвестором проекта выступит компания «Ультра», также учрежденная Гурнштейном. Объем инвестиций оценивается в 420 миллионов рублей. Создадут 40 рабочих мест. Готовую продукцию планируют реализовать на маркетплейсах, а также направлять в кафе и рестораны. На заседании решили присвоить проекту статус приоритетного. Инвестор получит налоговые льготы и сможет возместить часть расходов на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. Местные администрации поручили оказать содействие компаниям в подборе и оформлении земель для посадки ЛИП. В отношении проректора Уфимского университета науки и технологий Азата Янгирова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взяток в крупном размере, сообщили в региональном управлении Следкома и ФСБ. По версии следствия, в 20-м и 23-м годах Янгиров, будучи на посту ректора Института развития и образования Башкортостана, начислял пяти сотрудникам из руководящего состава премии. Часть денег он требовал себе, а в ответ обещал покровительство и безнаказанность за нарушения в работе. Подчиненные, опасаясь негативных последствий по месту работы, передали злоумышленнику более 1 миллиона 200 тысяч рублей, полученных в качестве стимулирующих выплат. О задержании Янгирова стало известно в пятницу. На работе и дома у него провели обыски. Азат Янгиров работает на посту проректора по стратегическому развитию Уфимского университета науки и технологий с июня 2023 года. До назначения в УСОН занимал должность ректора Института развития и образования. Башкортостан занял 18-е место в рейтинге регионов по воду жилья в 2023 году. На каждого жителя республики пришлось почти по одному квадратному метру. Об этом сообщили аналитики РИА-рейтинг. В целом, вод жилья в регионе за год вырос на 8,3% до 3,3 млн квадратных метров. Удельный вес республики в общем объеме составил 3%. В прошлом году обеспеченность населения жильем на человека составляла почти 30 квадратов. Лидером рейтинга стала Ленинградская область, где за год ввели более 2 квадратных метров на каждого жителя. На втором месте Тюменская область с показателем более 1,5 квадратов. Третья – Чечня. Аутсайдеры стали Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Мурманская область. В среднем по стране в 2023 году на каждого жителя ввели 0,75 квадратных метра. Объем ввода жилья в России за год вырос на 7,5% до 110 млн квадратов. Положительную динамику фиксировали в 76 регионах, отрицательную в 9. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.